По поручению губернатора, к 1 апреля главы всех муниципальных образований округа должны разработать четкую программу развития своего поселения. Помимо строительства инфраструктурных, социальных объектов и жилья, она должна включать план по развитию перспективных направлений предпринимательства. Этой теме посвятили деловой завтрак, традиционную встречу власти и бизнеса за чашкой чая. Чем занять жителей населенных пунктов Ненецкого округа и сделать это максимально эффективно? Ответ на этот вопрос власти региона видят в создании и развитии населения частного бизнеса. Со своей стороны округ предлагает предпринимателям всестороннюю поддержку. Просто колоссальный неудовлетворенный спрос для предпринимательских услуг. И первый выход именно в этом. То есть если мы хотим обеспечить занятость населения, рациональную занятость населения, дать возможность людям зарабатывать, мы должны раскрыться для предпринимателей. Позиция властей региона сегодня заявлена четко. Они готовы поддержать любого, у кого есть внятная, рентабельная идея, при реализации которой округ получит рабочие места и продукцию для населения. Таким образом, помогая финансами, государство решает социальные задачи. Задачи занятости жителей, обеспечения продовольственной безопасности региона, насыщения рынка товарами и услугами. Таким проектом округ готов помогать в ручном режиме на этапе создания бизнес-плана, оказания методической и консультационной помощи. Основной упор все-таки сделан на то, что округ готов помогать в случае производства продукции. То есть в той же дотации на выпуск готовой продукции, на ее реализацию, может сидеть, помимо возмещения части расходов, может сидеть и так называемая инвестиционная надбавка, которая позволяет рассчитаться по привлеченным кредитным ресурсам. Условно говоря, если на проект вам надо направить 1 миллион рублей, то вы должны привлечь средства сами, взять кредит, начать реализовывать свой проект и получать продукцию. И только на этом этапе вы начнете частично возмещать затраты за счет субсидий на выпуск готовой продукции. Кроме этого, в регионе действуют программы по субсидированию лизинговых коопераций, приобретению оборудования, страхованию и сертификации, а также поддержке стартапов. Получить поддержку от округа можно на любой стадии развития. Это может быть как стартап, так и работающий бизнес. Сейчас Комитет по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций исследует рынок сбыта. Вновь образованное ведомство рассматривает различные направления деятельности в сельских населенных пунктах, где можно создать производство, с тем, чтобы закрыть основные потребности региона своей продукции. И речь идет о возрождении традиционных видов деятельности, в том числе посредством потребкооперации, рыбном промысле, собирательстве, промысловой охоте, выделке шкур и изготовлении предметов одежды и обуви. И это далеко не все, чем могут заняться жители населенных пунктов округа. Решить, чем именно, они должны сами. Со своими идеями можно обратиться к главе муниципалитета. Внести вклад в развитие своего поселения может каждый.